Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим на тему кистей. Я отвечу на такие вопросы, как что лучше купить для начинающего визажиста, что лучше купить для просто любителя косметики, на чем можно сэкономить, какие мои любимые наборы, какие мои индивидуальные кисти. В последнее время я очень много получаю таких вопросов, и я решила собрать эти все вопросы и в одном видео ответить на них, потому что каждому индивидуально отвечать довольно сложно. Поэтому если тема покупки кистей для вас актуальна, или вы просто любите пополнять свою коллекцию кистями хорошего качества, то обязательно смотрите это видео, потому что я расскажу много интересного. И начать я хочу именно с наборов, потому что меня смотрит много новичков, у кого либо практически нет кистей, либо есть какой-то совсем элементарный маленький наборчик, и пришло время, скажем так, расширяться и что-то себе еще купить. И у меня здесь есть несколько категорий. Первая категория это абсолютно бюджетные кисти. В этой категории я хочу посоветовать китайский набор из 13 кистей в тубусе. Я не знаю, как он точно называется, потому что у китайцев названия довольно простые. Он называется что-то в стиле 13 Brush Case или что-то такое. Я его точно не знаю. Показать я вам его не могу, потому что у меня лично этого набора нет. Но я столько раз с ним имела дело, что я очень хорошо знаю, что из себя представляет этот набор. Набор этот состоит из 13 кистей. Стоит он 15 долларов. В районе 15 долларов можно купить его на любом китайском сайте с бесплатной доставкой. И что из себя представляет этот набор? Он очень неплохой за свои деньги. То есть нужно понимать, что вы платите здесь немного, поэтому когда вы получите набор, кисти, скорее всего, будут лезть. Какие-то кисти могут быть немножко криво подстрижены, то есть нужно будет ножничками их чуть-чуть подровнять. Какие-то наборы приходят вот прям очень хорошие, какие-то наборы приходят с какими-то мелкими дефектами. Какие-то волоски могут торчать, где-то что-то. Но в целом, в своем, они очень-очень неплохие. Кисти довольно мягкие, но каждый раз, когда вы их моете, я бы также использовала какой-то кондиционер на них, потому что они могут со временем становиться все более жесткими. Так как они срезаны вручную, то есть сначала собраны, потом срезаны, вот эти срезы, они создают такую вот жесткость кистей, поэтому, конечно, с какими-то более дорогими в этом плане они не сравнятся. Но если у вас бюджет вот просто 15 долларов и не больше, то это один из самых лучших наборов, которые сейчас есть на рынке. Также удобно, что он идет в тубусе, то есть этот тубус вы можете разделить на две части, хранить в нем кисти, в одном для лица, например, во втором для глаз. И это крайне удобно поставить куда-то на столик, либо если у вас дети любят лазить, там, брать ваши вещи, то вы можете его закрыть, куда-то сложить, и при этом кисти как бы в целости и сохранности. Теперь давайте пойдем от обратного, и я вам расскажу про самый лучший, по моему мнению, самый наиболее толково собранный набор, именно очень широкий, но в то же время достаточно дорогой. Сейчас я говорю про набор Зоева, который называется Luxe Complete Set. В этом наборе очень много кистей, и действительно он собран настолько удачно, что я здесь не вижу каких-то бестолковых кистей. Вот этим, кстати, очень сильно отличается Зоева от любых других марок, потому что у них все наборы собраны действительно грамотно и толково. Когда вы смотрите на этот набор, я лично там не вижу каких-то совсем дурацких кистей, которые абсолютно неприменимы, и чаще всего просто хранятся, и как бы пылятся, и их практически не используют. И вот конкретно вот этот набор мне очень нравится своим содержимым. Этот набор с полной уверенностью я могу назвать полноценным набором начинающего визажиста, потому что если у вас немного работы, то есть вам не надо красить там по 20 моделей ежедневно, но у вас там пару клиентов за день есть, то вам этого набора должно хватить для того, чтобы вот ежедневно работать и не чувствовать нужды, что вам там каких-то кистей не хватает. Что же сюда входит? В общем-то он идет вот в такой вот сумочке. В этом наборе аж 15 кистей, и все, на мой взгляд, очень толковые. Давайте сейчас получше с ними разберемся. А сразу скажу про борс, пока не забыла. Вот когда вы видите у Зоева вот такой вот белый ворс, у них очень много кистей с таким ворсом, то знайте, что это не полностью натуральный ворс. Зоева использует такую технологию смешивания натурального ворса и синтетического. Если вы думаете, что из-за этого кисть становится жестче, то это в принципе неправда. Чем это хорошо сказывается на кисти, так это тем, что она лучше держит свою форму со временем. То есть, чем больше вы ее будете мыть, тем больше вероятность того, что она не распушится и не потеряет свою форму. Синтетика все-таки лучше держит форму. И если вы будете регулярно пользоваться кистями, регулярно их мыть, то они намного позже начнут терять свою форму, пушиться, как бы ломаться, обламываться ворс. В общем-то поэтому они очень стойкие, и именно из-за этого я их рекомендую визажистам. Потому что визажисты конкретно насилуют свою кисть, и это такой вот повседневный рабочий инструмент. Поэтому если, чем более он стойкий, тем лучше. Что касается того, какие сюда входят кисти для лица. Здесь их не очень много, но абсолютно все нужные есть. Первая это кисть для тональной основы, для коррекции, для жирной работы какой-то на лице, именно жирными текстурами. Довольно стандартная кисть, похожа на кисть такая, как у Sigma есть F80, их самая легендарная классика. Очень приятная кисть, очень мягенькая, хорошо растушевывает. Также здесь есть три кисти для лица разных размеров. Одна из них это кисть, больше как для контурирования, для скульптуры лица. Она довольно большая, то есть в принципе вы можете ей делать что угодно, вплоть до того, что припудривать там до зону, то есть абсолютно что угодно. Вторая более такая детальная кисть, вот эта для очень детальной коррекции, либо она классно подойдет, когда небольшое лицо, и нужно создать очень четкую коррекцию, вот тоже классная кисточка. Вот эту кисть я очень сильно люблю для нанесения румян, можно одной стороной наносить румяна, другой стороной наносить хайлайтер, и очень классно тоже она работает. Для лица здесь есть еще вот такая вот кисточка бочонок, наверное, ее можно назвать синтетическая тоже, для консилера, для проработки каких-то мелких зон, опять-таки для какой-то мелкой коррекции, может быть носа, вот что-то вот такое вот. И остальные здесь кисти, в принципе, можно использовать как для глаз, некоторые тоже для лица подходят. Чем мне нравится этот набор, так это тем, что здесь огромное количество растушевывающих кистей. Это ему просто 5 с плюсом за это, потому что в маленьких наборах зачастую в лучшем случае кладут какую-то вот такую стандартную классическую растушевочную кисть, и больше там, ну, по сути, ничего нет. Здесь же растушевочных кистей, сейчас я вам скажу сколько, то есть 4 пушистых растушевочных кисти разного размера. Одна из них, 227-я, это классическая, такая как МАК-217, как Сигма Е25, абсолютно классическая стандартная кисть растушевочная. Дальше здесь тоже есть еще одна, немножко поменьше, чем предыдущая, 221-я, и она немножко расширяется кверху, то есть она такая более пушистенькая, более мягенькая, очень легко создает вот такую вот дымку небольшую, и отлично работает как на маленьких глазах, так и на больших. Я вообще такими кистями очень люблю монохромный макияж, то есть нанесение какого-то одного конкретного, цвета на веко, и потом, когда вы поднимаете этот цвет вот так вот до складки, выше складки, один-единственный цвет я имею в виду, то она очень классно в этом плане работает, потому что она максимум цвета на себя набирает, сначала оставляет его на веке, и потом чем выше вы поднимаете, тем меньше на ней остается, и вот как-то очень красиво с ней дымка получается. Также есть довольно большая тоже растушевочная кисть 228 номер у нее, такая она уже чуть побольше, чем классическая, но в то же время у нее немножко заостренный кончик, поэтому на больших глазах это вообще идеальный вариант, вот когда попадаются клиенты с большими круглыми такими глазами, она отлично работает, вот как-то аж ложится по форме, и очень классно тушует. И еще здесь есть такая просто замечательная тоже кисточка 224, она очень маленькая, здесь мало ворса, но ей очень классно добавлять какой-то акцентный цвет в тушевку, например, если вы уже сделали полностью тушевку, да, закончили, но вам хочется добавить какой-то небольшой акцент, например, у вас классический коричневый макияж, и вам бы хотелось добавить какого-то немножко, например, бордового какого-то отлива на конец тушевки, вы вот так вот буквально еле-еле касаетесь цвета этой кистью, проходитесь и отлично, просто оно не портит тушевку абсолютно, и в то же время мягкий очень такой цвет получается, очень классная кисть, конкретно тушевать тени ей, наверное, не вариант, разве что на очень маленьких глазах, но вот такие вот акцентные детали добавлять очень-очень классно, здесь есть еще такая тоже относительно тушевочная кисть, это маленькая 231, она скорее как большой карандаш идет, и маленькая растушевочная, она довольно жесткая, и ей очень классно наносить оттенки в складку века, в вот этот внешний V-уголок, и также ей очень классно растушевывать нижнее веко, потому что она довольно упругая, но в то же время у нее такой хороший кончик, который вот нижнее веко классно очень может растушевать, и также здесь есть такая вот совсем маленькая кисть-карандаш, тоже замечательная, кто любит работать кистями и карандашами, она у вас валяться точно не будет, я кисти-карандаши не очень часто использую, но все-таки когда нужна какая-то детальная работа, особенно если нужно растушевать карандаш и сделать дымку, вот это очень классная кисть, также в Зоево я просто обожаю их стандартную кисть для нанесения теней, 234-я, очень похожа на, по-моему она тоже называется 234-я в Маке, и у Хакухода есть очень похожая тоже кисть, обожаю просто эту кисть, идеального классного размера, под разные размеры глаз, вот просто классная, хорошо берет цвет, хорошо его отдает, можно даже ей подтушевывать, ну просто вообще никаких к ней претензий нет, и последние три кисти, которые у меня здесь остались, первая, она у них называется кисть для бровей 322-я, я не очень ее люблю для бровей, вот это наверное одна из самых таких вот, по моему мнению, бестолковых кистей в этом наборе, потому что как для бровей она сильно такая, знаете, массивная, вот если бы она была раза в три тоньше, она бы была классная, но так как она довольно грубая, то ей можно разве что тенями прорисовывать очень такие пышные, как бы естественные брови, если вы хотите из ниточек сделать такие более-менее достойные широкие брови, то эта кисть явно не для этого, поэтому скорее всего вы если найдете ей применение, то может быть там наносить вдоль ресничного края, что-нибудь какие-то, либо тени, либо растушевывать карандаш, еще одна здесь кисть 317, она как бы здесь для подводки, но я вот такие вот скошенные кисти для подводки, вот как-то мне они не с руки, я не люблю скошенными кистями делать подводки, я их делаю вот такими классическими, это видите с загнутым таким кончиком, классическая кисть для подводки, очень тоненькая, очень упругая, тоже как бы у меня к ней абсолютно никаких претензий нет, отлично она работает, и что касается этой кисти, то вот эта намного больше подходит для работы на бровях, но вот если бы опять-таки она была чуть-чуть поменьше, было бы получше, вот эта кисть тоже я не считаю, что она плохая, но я не считаю ее очень удачной, тем не менее набор этот очень классный, поэтому если вы очень большой любитель косметики, вам надо несколько растушевочных кистей, вам нужно какие-то варианты, чтобы у вас были для лица, отдельно там для скульптурирования, отдельно для нанесения румян, то этот набор 100% для вас, по-моему, если я не ошибаюсь, он стоит 110 евро, плюс доставку нужно будет оплатить, у Зоева доставка довольно дорогая, 20 долларов стоит или 18 евро, но если разделять доставку между несколькими покупателями, получается намного более выгодно, и кстати, сразу это мне напоминает о том, что абсолютно все, о чем я сегодня буду говорить, можно заказать через мой проект Simplum, Simplum, если вы не знаете, это проект по совместным закупкам, поэтому если вы заинтересуетесь в каких-то наборах или в каких-то отдельных кистях, можете обращаться ко мне, заходите на сайт Simplum, ссылка обязательно внизу, все там можно заказать. Если вы посмотрели на предыдущий набор и подумали, что это для вас явно перебор, что там много кистей, которыми вы, в принципе, не будете пользоваться, то я вам хочу порекомендовать набор, который, по моему мнению, на данный момент самый лучший из, наверное, всех, которые есть на рынке. Он лучше всего собран, у него самая адекватная цена и, в принципе, качества тоже абсолютно никаких нареканий у меня по поводу этого нет. И я вам говорю сейчас о наборе Зоева, который называется Luxe Prime Set. В этом наборе вы также получаете вот такую вот сумочку и вы получаете 10 кистей, но эти 10 кистей настолько тоже удачно подобраны и, по сути, это такая более урезанная, урезанный вариант того набора, который я показывала до этого. Здесь, опять-таки, вы найдете кисть для тональной основы, кисть для коррекции, также там есть кисть для румян. У меня ее здесь нет, не могу вам ее показать, но это довольно типичная такая стандартная кисть для румян, которая из такого же ворса, только она скошенная. Вот стандартная скошенная кисть для румян, вот там она такая вот в наборе идет. Также здесь для лица есть вот такой вот бочонок для консилера. И что касается нанесения теней, то сюда идет, опять-таки, вот эта вот идеальная, на мой взгляд, кисть для нанесения теней, 234 номер. Что касается растушевки, то здесь они вам дают целых три кисти для растушевки, что тоже просто супер. Посередине это вот эта классическая кисть, здесь с этого края кисть, которая, как я говорила, очень легкие акценты такие тушуют. И еще одна кисть, которая немножко более такая пушистая к основанию, то есть тоже очень классно, в принципе, подобраны здесь эти три кисти, выбраны как раз самые лучшие. И также вы получаете здесь вот эту длинную кисть-карандаш и скошенную кисть для работы с подводкой, для работы с бровями. В принципе, вы можете ее сами найти в ее применении. Вот это, на мой взгляд, самый идеальный набор, который есть вообще, в принципе, на рынке, потому что ни качество кистей мне не вызывает сомнений, ни цена не является какой-то бешеной, вообще неадекватной. В принципе, состав набора тоже, вы видите, очень хорошо продуман, очень классно продуман. И этот набор стоит 80 евро, и опять-таки нужно будет платить за доставку, но если ее разделять между несколькими покупателями, получается очень выгодно, на мой взгляд. И последний набор, который я хочу вам сегодня показать, будет от Sedona Lace. Этот набор не является полноценным, это скорее дополняющий набор к какому-то уже основному количеству кистей, которые у вас есть. Я лично этот набор просто обожаю, я использую эти кисти ежедневно просто. Я сейчас говорю о наборе, который называется Luxe Essentials. Очень-очень-очень мне нравится этот набор, потому что в целом кисти Sedona Lace мне не очень нравится, потому что у них есть такие наборы, как Vortex, еще какие-то там, я точно не помню их названия, но они мне не нравятся, ни по своему содержимому, ни по качеству, потому что в наборе Vortex, к примеру, есть откровенные кисти, которые взяты, наверное, не знаю, были из какого-то кабинета пыток, потому что они очень колючие, очень жесткие, и вот как бы я бы их не советовала именно набором брать. Вот этот же набор настолько сильно поменял мое представление о Sedona Lace, что я просто готова петь ему дифферамбы. Во-первых, все эти кисти собраны из ворса шиншиллы, это мягчайший просто ворс, настолько он приятный, просто безумно приятный и мягкий. Что сюда входит? Вот такая вот большая кисть, как весло она выглядит, номер у нее, вот номер какого-то, а нет, есть, LB07. Отдельно они, к сожалению, не продаются, если бы продавались отдельно, то я бы посоветовала вот только вот эти три, без вот этой растушевочной, потому что она, ну, по сути, не такая же феноменальная, но вот эти три, это просто потрясающие кисти. Значит, сюда входит вот такая вот кисть, очень пушистая, очень большая, я обожаю просто эту кисть, для нанесения тонкой вуали, пудры закрепляющей, она вот просто вот идеально ложится, как-то гладит кожу, при этом не портит абсолютно макияж, который вы нанесли до этого, и вот очень-очень легко может такой вот пленочкой какой-то положить пудру, вот я не знаю, потрясающая просто, кисть не лезет, вот очень мягенькая, очень красиво держит форму, она у меня уже, этот набор у меня, наверное, уже где-то больше года, и вот кисти очень хорошо себя ведут, ничего не лезет, ничего не пачкает воду, когда я их мою, то есть, ну, вообще никаких нареканий, также здесь есть просто потрясающая кисть для румян, номер у нее LB05, вот размер у нее потрясающий, потому что она вроде как выглядит небольшой, но в то же время для того, чтобы положить румяна, больше как бы и не нужно абсолютно, и мне нравится работать такой плоской кистью, потому что она очень детально, и вот именно стратегически наносит оттенок туда, куда нужно, и опять-таки, одной стороной можно наносить румяна, второй стороной перевернуть, нанести хайлайтер, вот божественная просто кисть, мягчайшая, вот я по мягкости могу их легко сравнить, как ухода, ну вот просто легко, и также я обожаю тоже кисть, ежедневно ее использую для себя, это кисть LB03, она для нанесения тени, мне очень нравится ее форма, мне очень нравится, как она набирает оттенок, как она его отдает, мне нравится, что с нее не осыпаются тени, даже самые сыпучие осыпаются очень немного с ней, она такого немножко большего размера, чем стандартные кисти для нанесения теней, если вы часто смотрите мои макияжи на канале, то вы ее каждый раз должны видеть, потому что я ее каждый раз использую, И также в наборе здесь есть такая растушевочная кисть, номер у нее LB01, она неплохая, но она вот, если бы из нее сделали форму такой вот классической растушевочной кисти, этот набор бы просто, я не знаю, был самым-самым-самым лучшим, который только можно себе представить. Из-за того, что ворс у нее здесь вот такой вот длинный, она более пушистая, более гуляющая, то есть опять-таки это акцентная тушевка может быть, но не полноценная тушевка, или может быть тушевка на очень маленьких глазах. Но из-за того, что она вот именно с таким длинным ворсом, я не очень часто ее использую, но опять-таки я ее использую именно для такой вот акцентной тушевки, добавления какого-то яркого, мягкого цвета, мягкого акцента в тушевку. Потрясающий набор, стоит он дороговато, он стоит 69,95, но на сайте Sedona Lace очень часто бывают скидки 20% и плюс бесплатная международная доставка Если вы покупаете со скидкой 20%, то этот набор вам обходится всего в 56 долларов, то есть каждая кисть стоит порядка 14 долларов То есть это адекватная хорошая цена за кисти, вот я бы дождалась на вашем месте, если вас заинтересовал этот набор, я бы дождалась скидки 20% и тогда бы этот набор заказала Вот точно не пожалеете, если вам нужны мягкие кисти именно вот такой вот формы, вам нужно дополнить набор вот такими вот кистями, вот 100% заказывайте, не пожалеете однозначно Вот в принципе и все, мой рассказ получился достаточно длинным, но я постаралась вот просто все охватить и все в одном видео рассказать И перед тем, как с вами попрощаться, хочу ответить тоже на очень часто задаваемый вопрос по поводу того, что по качеству лучше, Сигма или Зоева Однозначно могу вам сказать, что они практически идентичного качества, то есть я не вижу, чтобы Зоева там была на голову выше или Сигма была на голову выше Смотрите, больше содержимое набора плюс цена Зоева, на мой взгляд, выигрывает, потому что наборы у них составлены намного более грамотно, в них нет каких-то бездумных дурацких кистей И при этом они стоят дешевле Вот именно по этим критериям я считаю, что Зоева по сравнению с Сигмой выигрывает Что же касается производства, то производство Сигма находится в Китае, не в США Это такое вообще, я не знаю, поголовное заблуждение, что кисти Сигма производятся в США Они не производятся в США и по-моему они никогда и не производились в США На них было написано в старых-старых кистях, на них на ручках было написано USA Но это значит, что компания Сигма находится в США, а не производство находится в США Потом они, судя по всему, из-за этого поимели проблемы и начали вот эту выбитую надпись USA заклеивать такими наклеечками Сделано в Китае Потом они вообще решили просто это убрать с ручки и теперь на ручке у них вообще ничего не написано Если связаться с Сигмой и спросить, производите ли вы свои кисти в Китае Они вам ответят что-то вроде, не важно где мы их производим, потому что мы следим за качеством кистей И всегда следим за тем, чтобы кисти были максимально по нашим стандартам, по нашим требованиям То есть они конкретно вам этого не скажут, но то, что они производятся в Китае, это 100% Что касается того, где производятся кисти Зоева Вот 100% гарантию чего-то я вам сказать не могу, потому что опять-таки здесь тайно покрытая мраком Но в последнее время кисти Зоева вот почему-то начали приходить намного более вонючими Вот этот набор, в котором они идут, он такой конкретно воняет вот такой вот китайщиной Да, вот как вот приходят китайские наборы с таким вот бешеным запахом Раньше этого не было Вот сейчас я все больше и больше замечаю, какой набор не придет Он вот с таким вот душком, вот этим вот противным Поэтому у меня есть предположение, но опять-таки не берите мои слова за полную правду У меня есть предположение, что Зоева тоже делается в Китае Но там фасуется, потом отправляется в Германию И из Германии уже рассылается по всему миру Может быть и нет, может быть они производят в Германии Здесь как бы я не уверена Но опять-таки, что касается качества Вот здесь конкретно производство, вот страна-производитель Вот реально не имеет значения Потому что что там, что там Одинаковое качество И это очень достойные и классные кисти На этом я буду с вами прощаться Поставьте мне палец вверх, если вам понравилось это видео Подпишитесь обязательно на мой канал, чтобы в будущем не пропускать новые видео И мы с вами увидимся в следующих Пока! Пока!